Шурик, вы комсомолец? Да. Это же не наш метод. Мама. 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 Неделя началась с ЧП. В Минском торгово-развлекательном центре «Арена-Сити» обвалился подвесной потолок. Из-за обрыва крепления обрушилось 150 квадратных метров гипсокартонных конструкций. Накрыло цветочный магазин. Пострадала девушка-продавец. Девушку госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма, ушиб и шок. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Мы, конечно же, сейчас пройдем тщательный осмотр территории, изымем необходимую документацию. В процессе будут назначены необходимые экспертизы, привлечены специалисты для оценки как сложившейся ситуации, так и проектного решения. По следам ЧП велено проверить подвесные потолки во всех торгово-развлекательных центрах страны. А где все эти проверяющие раньше были? Почему нужно было ждать беды? У вас несчастные случаи на стройке были? Нет, пока еще ни одного не было. Будут? Пошли. Александр Лукашенко продолжает перотрахивать свою вертикаль. Назначены новые руководители исполкомов, министерств, вузов и предприятий. Президент строго предупредил о недопустимости того, с чем он борется вот уже четверть века – коррупции. Наши люди никогда не простят начальникам воровства, казнократства, взяточничества и прочих коррупционных проявлений. Сколько бы я ни говорил, но постоянно мы отправляем в следственный изолятор десяток, полтора десятка начальников в год. Это ненормально. Я как-то сказал, что мужики лучше беднее, но на свободе. Добавляет властям головной боли и то, что страна вступает в предвыборный год. На 2020-й намечено избрание и президента, и парламента. У нас начинается политическая вакханалия, которая продлится минимум полтора года. Выборы парламента и выборы президента, но они никогда не добавляли стабильности и спокойствия в нашем обществе. Политическая кампания – это экзамен. Поэтому нам придется сдавать один и второй экзамен и отчитываться перед народом. Для Александра Лукашенко это будет уже пятая президентская гонка. Но ни разу до сих пор он не называл избирательную кампанию вакханалией. Причем, если обратиться к словарям, то непонятно, что же именно имел в виду бессменный глава государства. Праздник бога вина и веселья или крайнюю степень проявления чего-то нежелательного. Сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить. Наш ответ Чемберлену, в смысле Путину, Александр Лукашенко назначил послом в Россию Владимира Ильича – Семашко. И наделил его чрезвычайными полномочиями. Ну, чтобы все как у Бабича. У него должен быть, я ему тоже обещал, прямой доступ к президенту в любое время, когда он захочет. Как себя вести, там ты знаешь. Первейшая задача Семашко – выправить отрицательное сальдо. Сейчас Беларусь покупает у России на 7 миллиардов долларов больше, чем продает. А тут еще эпопея с нефтяным налоговым маневром. В такой ситуации кого как ни корифея нефтегазовых переговоров отправлять послом в Москву. Я и Путина предупредил, мы с ним обсуждали, притом предметно, кандидатуру Семашко. Но он так с улыбкой говорит, ну я жду Владимира Ильича в Москве, пусть приезжает в Москву Владимир Ильич, мы знаем его хорошо. То есть очень позитивное было отношение. Сдается нам, это был легкий троллинг. Ведь лично Лукашенко как-то сравнил переговорщика Семашко с бульдогом. Алло, культушка, это я. Ты можешь мне достать досье? Новости Зазеркалья. Парень проходил мимо скульптуры городового и дал ему пощечину. Круглосуточно наблюдающая за городовым камера сей акт зафиксировала, и милицейский патруль немедленно отправился в погоню. Задержали данного правонарушителя, опросили, составили протокол и передали сотрудникам Московского РУД города Минска. Милиционеры, очевидно, чтоб другим не повадно было, извинения молодого человека записали на камеру и выложили на сайте МВД. Я искренне раскаюсь за то, что причинил вред этому памятнику сотрудникам милиции, потому что у этого памятника своя история, и я мог как-то своим поступком ее загрязнить. В соцсетях развернулся целый флешмоб. Люди выкладывали фотографии с подписью «Памятник прости». А Змитер Завадский решил сделать городовому добро. Повязал ему шарф. Холодно ведь уже. Оказалось, тоже нельзя. Вы знаете, что эта скульптура охраняется? Не знаю, неважно. Я вам рассказываю. Хорошо, охраняется. Так. Ну? И что, мы же ничего не нарушили? Нельзя. Нельзя. Почему нельзя? Потому что это памятник. Эдак скоро всю милицию бросят на охрану изваяния. Похоже, пора городового обучать приемам самообороны. Беспроигрышный вариант. Даже в случае превышения ему ничего не будет. Кто его посадит? Он же памятник. Александр Лукашенко собрал совещание и потребовал добиться полной энергетической независимости и безопасности. В 2018 году мы впервые полностью отказались от импорта электрической энергии. Но топливо для его выработки закупается в России. И тут вся надежда на АЭС. Хотя и для него топливо тоже будет закупаться в России. Правда, до запуска станции осталось всего ничего. А правительство, похоже, точно не знает, куда девать будущую атомную электроэнергию. Только ленивый не говорит о том, что у нас будет значительный избыток электрической энергии. И удивительно, что в правительстве пока молчат. Но если у вас есть какой-то план, вы, пожалуйста, доведите до сведения президента. Вся электроэнергия БелАЭС должна быть востребована. Лукашенко распорядился нарастить повсеместное потребление электричества. В промышленности, в быту и даже в IT. Отдельно хочу напомнить правительству о сложившемся крайне низком уровне потребления электрической энергии в Беларуси. Да, судя по всему, уходя теперь, свет можно и не гасить. Гасите свет! Пошел, блядь! Пошел, блядь! Пошел, блядь! Гасите свет! И о погоде. Зима все ближе. Будет легкий морозец, 0-2 и порой снежок. Неделя пройдет под знаком детского Евровидения. Во вторник юные певцы проведут репетиции. В четверг участница от Франции Анжелина приглашает во дворец детей и молодежи на конкурс песен на французском языке. В субботу на Минск-арене состоится генеральная репетиция конкурса. А там же в воскресенье собственно детское Евровидение. Кроме того, во вторник в Большом театре стартует международный фестиваль современной хореографии. Но большинство постановок покажут в Витебске. В тот же день во дворце республики выступит легендарная американская певица Анастейша. В четверг во дворце профсоюзов откроется международный фестиваль «Джаз ин Минск». В пятницу и субботу в корпусе любителей электронной музыки соберет фестиваль «Искра шоу-кейс уикенд». В субботу во дворце республики Сергей Безруков представит музыкальный спектакль «Высоцкий. Рождение легенды». Ну а главным культурным событием недели станет воскресный концерт во дворце республики великого оперного тенора Хосе Карероса. «Гранада, tu pierna está llena, grindo a sus mujeres de sangre, beso». Редактор субботу во дворце республики «Искра шоу-кейс»